купить салон красоты или открыть нуля сравнимся за и против всем привет меня зовут марина и на этом канале я рассказываю про бьюти предпринимательства а именно проведение салонного бизнеса и делюсь не только своими победами не рассказываю какая крутая но также рассказываю и про какие-то не очень приятные моменты и пути их решения у меня есть небольшая сеть салон красоты в городе санкт-петербург под названием хочу красиво первый салон я открывала с нуля а второй я совсем недавно купила как готовый бизнес реанимировала и переформатировала под свой уже созданный бренд давайте будем сравнивать поэтапно открытие салона и покупка готового бизнеса смотрите если вы открываете салон с нуля вам необходимо найти выгодное коммерческое помещение чтобы она располагалась удобно для ваших клиентов чтобы у вас был постоянный приток новых и второе чтобы она была вам экономически выгодна то есть снимать помещение за миллион для бизнеса который в принципе делает оборот полтора-два миллиона это утопия вы на этом ничего не заработаете поэтому при открытии с нуля нужно очень сильно смотреть экономическую составляющую с точки зрения аренды покупая салон вы уже имеете хоть какое-то представление о том что вас ожидает потому что вы пришли посмотрели сколько тут людей посмотрели какой ремонт посмотрели покое оборудование ну смотрите все равно ремонт вам придется освежить только если он не свежий потому что вы приходите тут стеночку нужно подпасить там стеночку нужно подпрасить для того чтобы клиентов приглашать уже более обновленное пространство и еще оборудование у nichts оборудования есть ресурс выработки. Приходя в место, с которым вы не знакомы, вы не знаете, сколько осталось ресурсов у оборудования. Он может проработать еще пять лет этот аппарат, а может полгода. Поэтому, конечно, в этом случае лучше заложить побольше бюджета, чтобы в экстренном случае вам не бегать и не искать, где бы откуда вытащить деньги для покупки аппарата. С точки зрения вложений, для меня было намного выгоднее купить готовый бизнес. Конкретно тот салон. Другие салоны, не знаю, конкретно тот салон, который я купила, для меня был экономически более выгодным. Потому что я понимала, что я покупаю только оборудование, само помещение и материалы. Все. Как это будет для вас, я не знаю. Тут нужно каждый вариант индивидуально оценивать. Поэтому, лично для меня это было выгодно. Концепция. Это довольно сложный момент и там, и там. Потому что либо вы будете создавать концепцию с нуля для своего салона, либо вы будете все равно перерабатывать концепцию уже действующего бизнеса под себя. Мало кто из предпринимателей, в принципе, задается этим вопросом. А это очень важный вопрос, на который вам стоит ответить при успешном ведении бизнеса. Поэтому, и в том и другом случае, будет довольно непросто. Тут, ну, единственное, что иногда очень сложно накладывать новую концепцию на старую, но тут уже, опять, как повезет. Да, то есть, при покупке бизнеса, в принципе, есть такой момент, что, а как повезет. И грамотно подходит. Мастера. Как вы поняли, как вам повезет. Потому что, что искать в мастеров в новый салон, что искать уже в готовый бизнес, это одинаково. Многие пишут в объявлениях, что мастера остаются с новым руководителем. Ха-ха-ха, два раза, три раза, ха. Потому что, когда приходит новый руководитель и хочет вести бизнес как бизнес, начинается проблема мастеров с руководителем в том, что новый руководитель говорит, вот у нас есть стандарты работы, вот у нас есть график работы, а вот это тебе еще необходимо делать в течение рабочего дня. Ты здесь не просто просиживаешь штаны, ты тут зарабатываешь деньги. И мастера, которые уже привыкли к другому отношению с предыдущим руководителем, начинают сначала выпендриваться, пальцы удуть, но в итоге в 99 случаях уходят из 100. Поэтому я бы тут сильно не надеялась на то, что какие-то мастера останутся. У меня остался ровно один мастер от предыдущего руководителя. И то, когда я сказала, что нужно будет работать в графике 2.2, она сначала отказалась, потом подумала и решила, что все-таки для нее это подходит. Все остальные мастера сказали адьос, амигос. Мы будем искать другие для себя условия труда. Клиенты. Тут, конечно, неостримое преимущество у покупки салона, особенно если хороший рейтинг доверия. Потому что вы приходите, и вам не с нуля нужно искать клиентов. Хоть какие-то уже приходят. Даже 1, 2, 3 человека в день – это уже лучше, чем ничего. Тут главное грамотно подойти к выстроению этого процесса, чтобы каждое касание клиента было максимально эффективным. Репутация. Если у салона репутация хорошая, то вам просто бескрайне повезло. Потому что хорошая репутация – это навес золота, это высший рейтинг в картах, это высший рейтинг в отзывиках. Если репутация не очень, то вам придется вложить немало средств и усилий для того, чтобы улучшить эту репутацию. Поэтому вопрос спорный. Создавать, по мне, как всегда, хорошую репутацию проще, чем возвращать утерянное. Тут уже зависит от того, насколько вам выгодна эта покупка. Если вы понимаете, что вы справитесь и финансово, и знаниями с этой ситуацией, то, конечно, не сильно имеет значение. Но если у вас еще нет опыта предпринимательства и работы с репутацией, то, конечно, проще создавать сразу хорошую. Я рассказала основные моменты. Что вы берете для себя, решать только вам. Потому что только вы ответите за то, насколько будет успешным и прибыльным ваш бизнес. Если у вас недостаточно опыта, ибо вы не уверены в своем решении, помните один момент, что консультация грамотного руководителя будет вам стоить гораздо дешевле, чем потеря бизнеса и огромные минуса. Увидимся с вами в следующем видео.